В коробках самое необходимое то, что в любой момент может понадобиться на передовой участникам специальной военной операции. В этот раз внесли вклад в одно общее дело муниципальные депутаты. Я хочу выразить огромную благодарность нашим жителям, нашим депутатам, что совместно мы решили отправить сегодня эту гуманитарную помощь. Я считаю, что это очень важно и нужно таким же образом продолжать отправить. Для бойцов собрали гуманитарный груз, военная амуниция, газовыми плитами, матрасами, средствами личной гигиены. Помогать участникам, находящимся в зоне спецоперации – одно из приоритетных направлений работы в Химках. Я называю это миссия добра. Наша миссия добра, она всегда продолжается. Мы обязаны друг друга поддерживать, помочь. Там же наша россиянная проживает. Сегодня огромную помощь химчане оказывают и жителям Луганской и Донецкой народных республик. В посылках постельное белье, одежда и обувь. В преддверии Дня знаний позаботились и о детях, которые живут на новых присоединенных территориях. Для них передали школьную форму всего около ста комплектов. Несколько десятков коробок с одеждой для жителей присоединившихся территорий. Груз уедет у нас в Ясиноватую, в Макеевку, в Новоазовский район и другие территории, где действительно это сейчас необходимо. Такие гуманитарные грузы на регулярной основе мы отправляем от городского округа Химки. Всего же в зону спецоперации из Химок за все время отправили более 300 тонн гуманитарной помощи. Такие грузы в городском округе собирают каждый день, отправляют раз в месяц. Для нас это важно, что мы, объединившись, выполняем одну большую задачу. Мы можем ковать совместно нашу общую с вами победу. Также мы будем продолжать помогать, потому что мы Московской областью помогаем Новоазовску, Тельманскому району, а также Макеевке. В стороне никто не остается. В формировании гумпомощи участвуют представители администрации, депутатского корпуса, общественных организаций, предпринимательского сообщества, а также волонтеры и все неравнодушные жители Химок. Наша прямая задача поддерживать жителей этих территорий, поддерживать наших военных. Об этом говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, об этом говорит наш губернатор Владимирович Воробьев. Гумпомощь необходима военнослужащим на поле боя. Но самое главное, благодаря такой поддержке бойцы чувствуют внимание, которое придает им сил. А значит, участники спецопераций приближают выполнение поставленных целей. Ради этого сегодня сплотилась вся страна. Попробую сделать вот так же. По зубу сердца химчане плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, собирают медикаменты для участников спецоперации. И это не предел возможностей. Границы помощи бойцам постоянно расширяют. Своё искреннее внимание бойцам дарят и самые юные жители, рисуя для них открытки с теплыми пожеланиями поскорее вернуться домой. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, Новости Химки ТВ.